Книга открытым оком. Тема священства. Том 19. Вопрос 3350. Видел ли кто-то, что с епископом Евтихием что-то не то творится до этого его вызывающего поведения против своих же? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дьякон Сергий Бурдин уже в 2002 году называл его ересиархом и расколоучителем. Постигает таких людей синдром беспамятства и переигрывания. Когда они переходят в стан врагов, то им нужно из кожи вылезть, но доказать свою супер-преданность своим новым кормильцам. Такое бывает с трусами и животолюбцами. Принявшие их заставляют их убивать свои же, как в фильме «Остров». При пленении предателями влагают в руки оружие, и они хлещие... Не предателями, а предателям. При пленении предателям влагают в руки оружие, и они хлещие... Чар рубят своим же пленным головы. На них есть особые правила. Правила Григория Неокисарийского, восьмое, цитата. Если которые сопричислились к варварам и с ними во время своего пленения, забыв, что были пантийцы и христиане, и ожесточаясь до того, что убивали единоплеменных своих или древом, или удавлением, а также указывали неведущим варварам пути или домы, таковым должно преградить вход даже в чин слушающих, доколе что-либо изволят о них купно сошедшиеся святые отцы и прежде их дух святой. Конец цитаты. У старообрядцев был священник Карабинович, отец Григорий, который перешел к ним из господствующей церкви и показал такую въедливость по отношению своей чистоты, что только ахнешь. Он травил епископа Михаила Семенова. Смотри открытым оком, том 12, вопрос 2702 и 2705. По благословению, в кавычках, епископа взялся за обречение епископа Михаила, отец Карабинович. Но это обречение напрашивается на сравнение из басни Крылова. Не уйдет ли Карабинович опять в ней конеанство? Если принять во внимание, на каком приходе и в каком положении находится отец Карабинович в настоящее время, этого только и можно ожидать. Конец цитаты. Старообрядческая мысль. Да, Старообрядческая мысль, 1915 год, страница 184 и 185, я так понял, две страницы. Таким позарез нужно показать свою патриотичность к тем, кто ему принял. И они душат своих же, с кем вчера пили и ели. В письме от 3 октября 2006 года, направленном в адрес святейшего патриарха Алексия по поводу восстановления в священном сане Владимира Карелина, епископ Евтихий выразил искреннее раскаяние в действиях, приведших к созданию, цитата, «вредоносного раскола». Уже и в московской патриархии поняли, что не в расколе была РПЦЗ, а значит и ее приходы на территории своей страны. «Епископ Евтихий лезет дальше, и, включив в свою неиздержанность и природную гневливость, от которых он страшно страдал, и от них же умрет по всей видимости, поносит свое ложе». Второзаконие 28.28 «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». «Теперь он сел на своего любимого коня, твердение в своем заблуждении, и с этим конем может нераскаяно рухнуть. Страшно за него, как бы он чего с собой ни сделал и ни умер нераскаяно в хуле на истину». Захария 12.4 «В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумия. Да спасет его Господь, да помилует за то, что он не разрушил наши общины и так долго терпел нас, да воздаст ему, владыка неба и земли, великими и вечными милостями за то. Плач Еремия 1.1 «Как одинокко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова, великий между народами, князь над областями сделался данником. Его поступок по отношению наших общин напоминает войну, когда были окружены войска. И вот Власов АА потребовал бы от отдельного полка пойти и влиться в войска оккупантов. Одно дело, когда Израиль, по слову Еремии, согласился пойти в плен, так как того желал их бог Иегова. Но другое дело, влиться в войска халдеев и воевать с необрезанными заодно». 4 царство 18.23 «Итак, вступив в союз с господином моим царем Ассирийским, я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них?» Есть рассуждения в книгах Дмитрия Ростовского о предательстве Иуды, отчего с ним стряслась такая беда. «Кратко. Иуда ответил предательством на предательство. Когда он увидел, что его интересы не сбываются, что Христос не будет царем в Иерусалиме, и значит Иуде не бывать ни губернатором, ни министром по финансам, он понял также, что его карьера безнадежно сломана Иисусом из Назарета. И он начал ускорять события, дабы оказаться на стороне большинства, на стороне победителей. Но в последние два дня он по-новому увидел Мессию Христа, что и выразилось в его словах отчаяния. Матфея 27.4 «Говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам». Эти люди, как правило, разового пользования, потом они уже не интересуют своих заказчиков, и им уготовано войти в историю с презрением и в муку без сожалеющих о них. Как евангельский труженик, Евтихий был совершенно ничем не отличим от патриархийных, то есть никакой. Но он очень выгодно отличался тогда от них, не корыстолюбив, даже нищелюбив. Умел раскаиваться в своем безрассудном гневе, до удара кулаком, бейиться. Лез на передовую, не трус. Он не запятнан, по его словам, сотрудничеством с властными структурами комарильи, партийной номенклатуры. Но он был никогда комсомольцем, а эта зараза так просто не выветривается. И после обращения в церковь, после воцерковленности, не выскабливается из них эта зловонность. Методы руководства остаются те же самые. Он доступен для пастуи, не чванлив, простое облачение без екатерининских шлейфов. Но пошел ли бы он в паре с апостолом Павлом на благовестие по дворам и селения? У Уфтихия был навык строить недоразрушенные храмы, которые он строил для патриархийных проходных дворов. Проще сказать, на прельщение и на погибель неевангелизированной пасты. Не имея рождения свыше, люди ищут замены небесному в земном. И придают тому отблеск синайских громов и дыма. Мне очень хочется, чтобы его жизнь продлилась в роли епископа в патриархии, чтобы он увидел, куда он свалился. Ибо другим он быть не может, и он будет и там страдать за большую правду, чем те за наибольшую неправду. Но похоже, что его здоровье не позволит ему долго воевать и долго болеть. Кончится слишком даже внезапно, но не неожиданно, ибо он болен смертельно уже ныне. Для нас же он будет всегда первым и последним епископом, при котором мы так много успели сделать. Заложить основу для будущих трудов и благовестия, в чем он не принял ни малейшего участия. Главное, что он не раздавил, не убил нас. Хвала Господу за Евтихия отошедшего. Да дарует ему владыка Иегова в Царствие Небесное. Иеремия 32, 18 Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф. Для пользы ближнего прикинуться простым, на языке заговорить понятным. До этого суметь бы дорасти, расшифровать туманности и пятна. Для пользы ближнего переучиться надо, смиренью детскому переоценку дать. Для гнева выстроить бы чистокол, ограду, незамутненная тогда течет в саду вода. На прихоти уметь накидывать узду, расправиться с коварным я повсюду. И пользу ближнему я в мелочи найду, наедине и, главное, прилюдно. Напротив пользы выгода своя, своей роднее прибиток ущипнуть. Хотел быть жертвенным, но требует семья, и снова в самости приходится тонуть. Не для себя бы умножать талант, обогадить пришельцев, новоселов. От нищеты избавить из цепки хлоп, но ждой задавленного сделать бы веселым. Для пользы приходящего во храм, понятным сделать чин богослужения. Мертвящая славянь, в ней пользы не награл, и в будущем сплошное поражение. Перевели писания знатоки и сделали понятным каждый стих. Священство, логики и смыслу вопреки стараются, что прусский даже в мыслях стих. Где ближний обретется, там я. Нам, благовестники, заготовили подарок. Собрание есть и община семья. Талантом угощаем, один другого даром. Что пользы жить, не сытой утробой, не видеть пользы от себя другим. Начни сейчас же с малого, попробуй. Перед Иисусом склонятся вчерашние враги. 29 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин.